Я еле держался на ногах, к горлу подступила тошнота. Собрав последние силы, я двинулся дальше. Да это самый пафосный поход в туалет, который я когда-либо видел. И вы здесь вампир! Как можно не влюбиться в эту идеальную вампирскую игру? Блэдлайн, Легаси оф Кейн, Бладрейн... Пф, вы тупые идиоты, если восхваляете эти игры. Потому что Дарк укусил сам граф Дракула. От этого он, правда, и скончался, но не суть. В игре показана вся вампирская жизнь. Она очень сложна. Вы не сможете отражаться в листе железа, который тут висит вместо зеркал. Вам придется скрываться от людей за комодами, за стеклянными витринами, за твоей жирной мамашей, потому что ты не любишь эту игру. Главный герой может получить скалежу из той степени из-за того, что так много скрывается. Бедненький. А все потому, что люди ненавидят вампиров, поскольку на вас одет капюшон. Никто не любит капюшоны. Господи, у него капюшон. Брось капюшон на землю. Ее сейчас тошнит от его капюшона. Но вы любите людей. Вы очень сильно любите людей. Настолько, что вы должны оставлять засосы на шее до такой степени сексуально, чтобы люди падали в омарок от оргазма. Люди очень хитры. И если вы постараетесь пройти игру скрытно, то у вас нихрена не выйдет. Потому что люди постоянно стоят и смотрят, что это единственный проход, через который вам нужно пройти. И вдобавок сливаются с окружающей средой, застревая в стенах и полу, ухудшая вашу жизнь сотни раз. Это самый сложный стелс в моей жизни, потому что эту игру невозможно пройти, не подняв тревоги. Когда вы попались на глаза, то вам ничего не остается, как драться. Эти хитрожопые людишки и здесь вывернулись. Они умирают с одного удара. Но чтобы ударить, вы должны подойти к ним вплотную, навести на них прицел и нажать кнопку, и через 5 секунд ваш персонаж отреагирует и ударит. Но обычно к этому моменту вы уже мертвы, потому что тут хардкор. Помимо того, что игра идеальна, в ней есть сверхспособности. Разработчики решили показать, как трудно начинающему вампиру пользоваться сверхспособностями. Поэтому они сделали ужасное управление и бесполезные навыки, чтобы вы прочувствовали все горе ситуации. Вдобавок, любая сверхспособность производит шум, который привлекает врагов. Это реализм! И несмотря на то, что эта игра идеальна вдвойне, в ней есть сюжет, персонажи, ролики, диалоги и отсутствие смысла. И здесь разработчики решили показать всю грусть вампирской жизни. Посмотрите на эти лица. Вампиры настолько отдалились от людей, что они потеряли чувства и анимацию лица. Звучит весело. Игра научит вас общению с девушками. Эй, ты ведь Эрик, верно? У меня мало времени. Как видишь, я немного занята. Расскажи мне о себе. Слушай, ты оглох, что ли? Я занята. Расскажи мне о музее. Извини, но не сейчас я занята. Расскажи мне о вампирах. Если ты еще не понял, я работаю. У меня нет времени. Видите? Эта игра готовит вас к френдзоне заранее, чтобы вы легче это переживали, неудачники. Эта игра настолько дружелюбна к игроку, что может спрашивать у него вопросы по геймплею, потому что даже сама игра не знает всех своих фишек. Эта игра гениальна, а вы сосите попочку. Я пилю стол, потому что я вампир.